Всем привет! Меня зовут Симар и сегодняшнее видео будет снова с Бали. Оно будет очень насыщенным днем. Будут океан, пляжи, горы и наша первая авария на обеде. Поехали! А вот и он, ребята, океан. Индийский океан. И это Эхо-бич, пляж с черным песочком. Да, это песочек у них близьюшка. И дофига серферов. Сейчас их не особо дофига, потому что погода непонятна, то ли дождь, то ли не дождь. Но вообще они здесь есть. Они даже пытаются кататься, я тоже так хочу. Одно из интересных... Что-то не тот был бассейн, было тепло, а сейчас не бассейн, и холодно, и борода пропала. Ох, шик спонтанное перемещение в пространстве времени. В общем, одно из интересных мест Бали, это храм Танахлот. Храм известный тем, что когда прилив, он как бы стоит в воде и соединяется с сушей. Мы, конечно, не попали на прилив, не попали на отлив, но это было все равно очень интересно. Пока что больше всего в храме Танахлот мне впечатлили футболки за 30 гривен, то есть за 1 доллар. На самом деле до самого храма мы еще не дошли, а здесь вокруг него раскинулся торговый центр. Огромный просто торговый центр. А вот так выглядит сам темпл на воде. Сегодня вроде бы был прилив, поэтому действительно на воде они наокнили. И вот вдоль него огромный променад. Это самый большой парк в Индонезии, который я видел. В принципе, даже можно гулять, сидеть на траве, чем, честно, все и пользуются. А, ошибочка вышла, это было просто какое-то святилище, а храм там вот, вот он. И нам не повезло, мы во время отлива, потому что во время отлива здесь вода выше, и он стоит на воде, а во время отлива тут тоже красиво, но воды меньше. За то народу за хренища просто. И под конец вечера знаменитый балийский закат. А тут реально очень красивый. Специально для тех, кто при слове Бали представляет райские пляжи, наслужную водичку, белый песочек, вот типичный балийский пляж. Даже довольно чистый, кстати. Вот так это все выглядит. Вот так здесь выглядит море всегда, или почти всегда. Ну, тут какие-то стоечки, какие-то пацанчики, собачки бегают. Местные бамбу грыпут. Жизнь кипит, как говорится. Это знаменитые пляжи Чангу, лучшие пляжи бали для серфинга и бла-бла-бла-бла-бла. На самом деле, пляжи на Бали бывают либо грязные, либо с большими волнами, либо с инстаграмным видом, но плохо подходящие для купания, потому что камни и кораллы, либо хорошо подходящие для купания, но не с инстаграмным видом. Других вариантов, которые замечали бы все эти условия, нет. Но хватит про пляжи, давайте лучше погоним. Сегодня у нас еще один дальний road trip. Мы едем на озеро с названием Братан, точнее пиротан, но для всех братан. И для того, чтобы к нему добраться, нужно проехать по горному срепантинчику с вот таким офигенным видом. Вид очень клевый. Ой, на русской таблице поехал. А вот так здесь наливают бензин. А вот заброшенный отель, который знаменит тем, что здесь снимался один выпусков Орла и Решки. По крайней мере, так написано во всех путеводителях по Бали, что вот он здесь, отель, где снимался Орел и Решка. Это видно вулкан Батур, если не ошибаюсь. Клубнейший вулкан здесь. А это видно знаменитые клубничные кафешки, которые сейчас закрыты. Да, здесь в горах выращивают клубнику, горят ее много, оно здесь очень вкусное. А вот и знаменитый храм Пура-Биротан. И кажется, это самый красивый храм, что видел в Индонезии. А тут с храмом делают фото. Давно такого не было. С Узбекистана примерно. Серьезно, это уже четвертое фото, которое здесь делают с Фрам. Мне кажется, обратно мы будем перебираться в Плайв. А то зафоткают просто. Походу, сегодня здесь выезды культа школу или детский лагерь. Они ловят всех белых туристов и фоткаются с ними. Может, у них сегодня челлендж такой. Кто может сфоткается с белыми туристами, тот, я не знаю, автомат по сессии получит. Один из самых крутых видов, что я видел на Бали, это вид на Твин Лейк и двойные озера озера Буян. И озеро с более сложным названием. Ехать сюда не сложно, ехать мимо толпы обезьян в лесу. А вид того стоит. А здесь здесь дороги просто дохренища обезьян. Вот они бегают, лежат, чухаются. Не знаю, нападают на туристов, выбирают у них еду. Возможно. И для тех, кто смотрит Твизер, наверное, это легендарное место. Потому что, как я уже говорил, здесь снимался выпуск Орла и Решки. Ой, там автомобиль стоит припаркованный. Возможно, это сторож. Кстати, вход здесь не бесплатный. Здесь загородочка. Я позреваю, что загородочка это инициатива дяденьки из ближайшей хижины. И десяточка за вход. Выглядит симпатично. Отель не старый, просто здесь все очень быстро растет. Поэтому, если что-то стоит невыкашиваемое, я думаю, год, она уже похожа на древние руины. Здесь целое панорамное окно. И вообще целые все стекла, все плитки пола. Что удивительно. Даже лампочки на потолке еще есть. Нет, лампочек нет. Есть целые плафоны. И когда-то, видимо, это был очень крутой отель. И должен был быть стойкой регистрации. Это, наверное, уже входы в комнаты. Сейчас посмотрим. Да, судя по всему, это были комнаты. Ну и здесь, конечно, здесь была Одесса. Здесь была Москва. В общем, все здесь были. Все безумно рады. А местами это выглядит вот так. Да, ребята, это место с легкой крепотцой. Во-первых, здесь кое-где есть закрытые двери, в которые я, пожалуй, не буду стучаться. Во-вторых, здесь статуи наг, от которых во время дождя идет пар. Я понимаю, что они всего лишь нагрелись на солнце и сейчас парят, но в этом месте смотрится это криповастенько. Вот такие каменные ступени. С одной стороны Гаруда, с другой стороны Наги. И все это парит под дождем. Картинка та еще. Самое интересное, что большинство наскальных надписей здесь на русском языке. Что как бы символизирует? Сахалин, ЕКБ, Москва, Питер. Очень удачно заехали передохнуть и размять ноги на фабрику шоколада. Фабрику, в смысле, есть фулмагазин. Здесь можно дегустировать все вот эти вот лучшие сортов. И что-нибудь взять себе. Очень много всякого шоколада. Только что случилась первая авария на мопеде. Наделались легким испугом и собранной коленкой. И немножко поломавшимся крылом от мопеда. Сейчас поедем искать, где бы его починить. К счастью, все обошлось, но да, мы немножко упали. Немножко полезно. По итогам аварии мы отделались финансовым испугом. Не скажу, что легким. Но руки, ноги целы, и то хорошо. А на сегодня все. И следующее видео будет последнее видео из Индонезии. А после этого уже Малайзия, в которой я собственно и нахожусь. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Делитесь с друзьями. А я пойду. Поплыву. Давайте посмотрим.